Приветствую всех! Вы смотрите передачу «Москва. События». И сегодня у нас снова печальный повод для встречи, к сожалению. И в Тушино, ну а если быть точнее, то сейчас в районе Покровская-Стрешнего, ну а фактически в Тушино, все равно в историческом районе Тушино, около станции Тушино, ликвидируют остатки Тушинского завода железобетонных изделий. Тушинский железобетонный комбинат, очередной завод ликвидирован в прошлом году, ну а в этом году уже приступили к его сносу, и буквально снесли его за несколько месяцев практически все здания, и сейчас снос заканчивается. Вот эта железнодорожная ветка, которая отходит от станции Тушино, она уже никуда не ведет, вот, как мы видим, она заросла, и по ней больше уже никогда ничего не поедет. Ее, скорее всего, скоро разберут, а когда-то она как раз шла на вот этот самый Тушинский комбинат железобетонных конструкций, Тушинский ЖБК, ну и дальше через него она шла уже на Тушинский машиностроительный завод на улице Свободы, который тоже закрыт уже несколько лет назад, и тоже постепенно там строения на его территории сносятся. Вот, что теперь находится на месте бывшего уже теперь Тушинского комбината железобетонных конструкций. Находился он на строительном проезде, владения 9, ну, собственно, между вот этим безымянным проездом и строительным проездом. Ну, а там сзади находится 13-й микрорайон Тушина, который еще называется Комсомольский поселок, ну, очевидно, потому что там в советское время жили много комсомольцев, молодых людей, которые в том числе и строили и этот завод, и, в общем, многие другие предприятия, здания вообще в Тушине, в округе. Ну, и надо сказать, что, наверное, едва ли не половина, а может и больше даже людей с этого микрорайона 13-го, с комсомольского поселка работали вот на этом заводе еще многие даже с тех времен, когда он был только создан в 1665 году. Ну, и в год своего 55-летия, в 2020 году, этот завод, увы, прекратил свое существование. Как мы видим, здесь вместо цехов теперь пустая территория, огороженная таким страшным забором из профнастила металлическим, и скоро здесь все будет застраиваться жильем. Вот как все это выглядит. Когда-то здесь были подъезды, проходы к разным цехам на территории этого комбината. Ну, вот такая вот дорожка вдоль безымянного проезда, ведущая вдоль стен комбината. Вот небольшой безымянный проезд. И, собственно, он вел как раз от строительного проезда и дальше туда, вот в этот самый комсомольский поселок. Также вокруг, с другой стороны, там здание научно-исследовательского института тоже. Фактически сейчас там в большей степени офиса тоже, скорее всего, будут сносить. Ну, и рядом также протекает речка Сходня. Ну, и как бы в насмешку над уже, так сказать, убитым, ликвидированным предприятием. Вот тут вдоль дорожки стоят стенды с его историей. 55-летний, который повествует о том, что комбинат был процветающим и мог еще долгие годы работать. Ну, вот видите, Тушинский завод железобетонных конструкций. Завод ЖБК, 1165-2020. 55 лет мы строим для вас, для Москвы, для России. Ну, естественно, теперь надо все это, ясное дело, упоминать уже в прошедшем времени. Сейчас уже ничего тут не строят и, конечно же, не построят. Ну, и вот такие вот стенды с наглядной агитацией. Вот такие дома строил этот комбинат, видите. Начинались с пятиэтажек, в новых черемушеках. Вот, многие дома были построены, да, еще в 60-е годы, когда как раз комбинат был организован. Вот, когда рассеряли бараки и, соответственно, строили вот такие вот дома с отдельными квартирами. Ну, вот можно посмотреть, да, немножко почитать про историю этого завода, уже ушедшего в историю. Вот такие были директора в этом заводе. Ну, вообще, сначала был первый директор Хануков. Вот, ну, а еще в 1665 году, собственно, он стоял у Ирстоков, Арон Хануков. Ну, а потом уже директором был Митин как раз, Вячеслав. Потом почетным директором его назначили. Ну, а дальше вот Ларин. Ну, он, видите, директором был еще тоже, так сказать, с 60-х годов, потом после Ханукова. Ханукова и очень долгим был директором до 2001 года, получается. Потом вот Ларин был 2001-й, 2016-й, потом Носов Владимир, 17-й, 2016-й, 17-й. Ну, и вот, собственно говоря, последний директор был Илья Ананев. С 17-го года он возглавлял этот завод, ну, и, соответственно, при нем же он и прекратил свое существование. Видите, сколько было цехов. Как раз к этому заводу шел железнодорожный путь, я его показывал в самом начале, да, который сейчас уже, по сути, ведет никуда. И скоро будет разобран на всем протяжении. Ну, вот история завода. Вот такие дома сначала строились тоже. В разных районах Москвы можно увидеть такие дома. Ну, а потом уже стали строить девятиэтажки, вот такие вот, да, в частности, с мусоропроводами, с лифтами, с фасадами различных цветов. Ну, вот, и, в общем-то, очень много было построено, вот, 14 тысяч, 164 тысячи квадратных метров за 19 лет, ну, грубо говоря, почти за 20 лет, да. Да, вот. Вот такие потом стали строить дома уже. Вот, очень красивый, это, видите, 98-2000 год. Технологии, естественно, менялись, все эти перегородки, там лезть, все стало новое, система разная. Ну, вот, видите, какие работники работали на заводе, можно познакомиться, тут, наверное, около сотни человек, если не больше работало. Ну, а, соответственно, те, которые были связаны, так или иначе, с этим заводом, их и тысячи, конечно, людей, может быть, и десятки тысяч. Ну, вот, например, Владимир Синяев, допустим, был арматурщиком, а Алла Перина была контролером ОТК долгие годы. С 68-го года она работала и фактически до конца этого предприятия. Представляете, сколько она времени проработала? Больше 50 лет, получается. А Александр Буянов, вот, допустим, был формовщиком, слесаремехаником. Вот, ну, вот, допустим, Крышкова Мария, фрезеровщицей работала. Вот, Анатолий Килык был, прошел тоже путь от слесаря до заместителя главного инженера по производству. Вот, ну, то есть, видите, сколько тут и так далее. Тут работников очень много, вот, еще работники, да, допустим, Борисенко был оператором по выгрузке цемента, мастером ТСС, потом грузчик ТСС, Петр Титьков, электромонтер по ремонту, обслуживанию электрооборудования. Ну, много цехов было, много разных подразделений, конечно, много работников. Вот, Валентина Шульц, допустим, например, работала заместителем начальника отдела кадров. Ну, и так далее, да, то есть, таких много. Вот одни из последних домов, 17-этажные, которые вы можете видеть в разных районах Москвы, такие вот, оранжевые-белые дома. Очень много таких было. И все вот эти детали, да, для вот этих домов, которых мы вокруг можем созерцать довольно много, изготавливались в том числе вот на этом комбинате, Тушинском, вот, железобетонных изделий. И теперь, видите, вместо цехов, как говорится, голая поляна. И вот, продолжается снос, остались буквально там 2-3 здания, и вот, эскаваторы продолжают разрушение, и скоро этих зданий тоже не будет. Вот. Ну, вот, все, что осталось от этого некогда славного предприятия. Вот, фактически, такие вот два здания. И все. Их, думаю, снесут буквально там в течение месяца, а может даже и раньше. И все, и полностью будет голая территория. Ну, и понятно, для чего все это делается. По-моему, ФСК-лидер, да, купил вот такие вот дома на Рубцовской набережной. Когда, если были на Рубцовской набережной Яузы, то видели вот жилой комплекс «Каскад». Так вот, этот жилой комплекс, дома для него фактически были собраны. Вот детали, да, такие вот каркасы, панели, всякие там марш-лестничные и все такое. Были созданы всякие перегородки межквартирные там. Ну, то есть, по сути, да, дома эти были, по сути, созданы здесь, да, вот на этом комбинате. Ну, а потом уже привезены на место, и там собраны, построены вот эти дома. Ну, вот видите, как кипела работа в разных цехах. Можно видеть здесь вот. Ну, вот одна из последних наработок. Проект юбилейный. Такие вот дома тоже. Вот, видите, таких тоже домов много, не только в Москве, а в Подмосковье. Наверное, и в других даже городах тоже есть. Ну, вот, наверное, одна из последних серий тоже домов. 55 лет мы строим цивилизацию на Земле. Ну, вот видите, опять же, в прошедшем времени уже. Ну, наверное, действительно, последняя уже наработка, 11-й год. 25-этажный уже дом. Вот, полносборный, причем на базе прямых секций. То есть, все очень конкретно. Все здесь практически делали, а на месте фактически только собирали. Ну, там, работа нулевого цикла и так далее. Ну, здесь вот въезд был на территорию предприятия с этого вот проезда. Ну, вот. Все, теперь все огорожено забором. Это тоже все скоро ликвидируют. Ну, вот, собственно, строительный уже проезд. Вот так вот выглядел главный въезд на территорию этого комбината. И там же речка Сходня рядом протекает. Вот так выглядел такой въезд. Тушинский завод, видите, как красиво. Ну, в последние годы приезжала корпорация ДСК-1, домостроительный комбинат-1. Относился, как бы, к такой большой корпорации. Ну, а потом все скупила, я так понимаю, ФСК-лидер. И она же будет застраивать, в общем-то, эту территорию жильем. Ну, то есть, все, по сути, этот комбинат разрушили в угоду застройщику для того, чтобы построить здесь очередной человейник, очередной новый жилой микрорайон, высотные дома, которые и так везде повсеместно строятся. Ну, и вот, по сути, еще один завод ликвидировали. Так что простимся с этим заводом. Вот речка Сходня здесь прям рядышком протекает. И еще один, фактически, такой старый район, в общем-то, хорошее место, оно фактически уходит в прошлое, да. И здесь скоро будет совсем другой пейзаж, вырастут громады жилых домов отовсюду. Вот, и опять же, еще иное уплотнение. А где люди будут работать, кого это интересует, да. Главное, получить сразу большую прибыль, загнать в ипотеку, ну, и все остальное, в общем, мало кого из власть придержащих волнует, ну, и из застройщиков тоже.